Сообщающиеся сосуды налита ртуть, а поверх ее в один из сосудов налили столб масла высотой H1 равный 48 см, а в другой столб керосина высотой H2 – 0,2 м. Определите разность уровня ртути в обоих сосудах. Для начала сделаем схематический рисунок, запишем данную. Плотность ртути – это табличная величина, она равна 13600 кг на метр в кубе. Плотность масла – также табличная величина, она равна 800 кг на метр в кубе. Плотность керосина – также табличная величина, она равна 800 кг на метр в кубе. Высота столба масла – H-масло – равна 48 см. Переведем сей в метры. Это 0,48 метра. Высота столба керосина 0,2 метра. Найти разницу в уровнях. Х неизвестно. Для решения данной задачи нам необходима формула давления столба жидкости. Давление жидкости P равно произведению плотности жидкости на G и на высоту столба жидкости. Эту формулу необходимо знать. Рассмотрим давление жидкости в точке A и в точке B. Эти давления будут равны, так как это давление находится на одном и том же уровне, в одной и той же жидкости. Тогда у нас получается, что давление в точке A равняется давлению в точке B. Рассмотрим давление в точке A. Давление в точке A это давление масла. То есть плотность масла умножить на G и умножить на высоту столба масла, на H масло. Давление в точке В будет складываться из суммы давлений Давление столба керосина плюс давление столба ртути Тогда с этих трех пунктов мы получаем Вместо давления А мы пишем плотность масла G на H масло Все это равняется давлению в точке В Это давление столба керосина плюс давление столба ртути Рассмотрим давление столба керосина Давление керосина будет равняться плотность керосина G на высоту столба керосина. Давление со стороны ртути это будет плотность ртути G умножить на высоту ртути. Тогда вновь с этих трех пунктов мы делаем следующий вывод. Что плотность масла G H масла будет равняться давление керосина это ρ керосина G H керосина. плюс давление ртути, это плотность ртути, G, H ртути. Разница в уровнях между маслом и керосином это х, то есть высота столба ртути равна х. Подставим, тогда у нас получается, РО масло, G, H масло будет равняться плотность керосина, G, H керосина, плюс плотность ртути, G, H ртути, то есть умноженное на х. Преобразуем. Перенесем все слагаемые влево, а с х оставим вправо. Тогда у нас получается плотность масла, G, H масло, минус плотность керосина, G, H керосина. Все это равняется плотность ртути, G, умноженное на х. Выразим отсюда х. Тогда х будет равняться. В левой части мы можем заметить то, что G мы можем вынести. Вынесем. Получается G, умноженное на скобку. Плотность масла на высоту масла, минус плотность керосина на H керосина. Знаменатель. Плотность ртути, умноженная на G. Сократим. И тогда у нас получается, что разница в уровне будет равняться. Числитель. Плотность масла на высоту масла, минус плотность керосина, умноженная на высоту керосина. Знаменатель Плотность ртути Подставим сюда наше значение и найдем результат Тогда разница в уровне будет равняться Посчитав, мы получим, что разница в уровне равна 1,65 на 10 минус 2 метра Переведем сантиметры Это 1,65 сантиметра Запишем ответ Разница в уровнях х равна 1,65 сантиметра Задача решена, спасибо за внимание Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх